Итак, мы снова вместе. В прошлой программе я вспоминал мультсериал Чип и Дейл спешат на помощь и официальные игры, созданные по его мотивам. Сегодня же я предлагаю познакомиться с моими впечатлениями от нескольких пиратских продуктов. И среди них есть парочка неплохих игрушек, впрочем, обо всем по порядку. С вами Эмрум и вы смотрите очередной выпуск от Винтаж Шоу. Еще в 90-е я слышал, что существовала третья часть Чипа и Дейла на Денди, где бурумдуке обретали способность стрелять. Мне лично она не попадалась на картриджах, а потому я познакомился с ней только в 2004-м с помощью эмуляторов. Оказалось, что это хак Heavy Barrel, стрелялки в духе Супер Контры и Джекл. Заменены лишь спрайты персонажей. Какому гению пришло в голову встроить Чипа и Дейла в шутер, неизвестно. Ведь на Денди есть игры с более подходящей для приключений бурумдуков механикой. Право дело, хак Супер Контры с черным плащом и антиплащом в главных ролях более логичное решение. Я считаю, что подробно останавливаться на данном хаке это неуважение к вселенной Чипа и Дейла. Поэтому идем дальше. Из журнала Великий Дракон я знал, что на Сеге существует игра Squirrel King. На эмуляторах я опробовал и ее. Первые впечатления от короля белок у меня остались сугубо положительные. Непонятно, почему китайские разработчики придумали такое название. Чтобы избежать проблем с копирайтом, и для этого же Чипу сделали синюю шляпу с пером, а Дейлу зеленую футболку, могли бы тогда и имена им поменять. Итак, первый акт – улица. Он очень напоминает нулевую зону из первой 8-битной игры. Чип и Дейл все так же кидают ящики, но добрые пираты дали им еще и возможность бросаться фаерболами. Очень полезная фишка в местах, где мало ящиков. Максимально их можно хранить 9 штук, жизней тоже, а вот сердечек изначально дается 5. Также на этапах повсюду разбросаны драгоценные камни и видимо за какое-то их число дают жизнь. Подробнее я не могу сказать, так как точное количество собранных брюликов нигде не указывается. Управление и хит-детекция здесь не такие идеальные, как на Денди, но вполне терпимые. Умирать из-за них вы конечно периодически будете, но скорее всего до следующей потери жизни удастся или насобирать камушки или найти звезду в ящике. Место вжика теперь занимает полицейский значок, а кроме желудя энергию восполняет аптечка. Также можно найти часы, останавливающие всех врагов. Противники также все новые. Многие из них ведут себя как знакомые существа из двух игр на Денди, но имеют другой внешний вид. Свыкнувшись с управлением, находим до первого босса. Это вариант кролика из второй части, но увеличенный в размерах и теперь не плюющийся водой. Не жалейте на боссов фаерболы и добивайте ящиками. Если на Денди Чип и Дейл бегали исключительно по городским локациям, то китайцы решили разнообразить пейзажи. Акт второй, давайте нанесем визит в грот. Здесь бурундукам противостоят знакомые летучие мыши и новенькие змеи. Главную же сложность представляют падающие под ногами камни. Потеряв несколько жизней, доходим до босса. Розового кота летчика превратили в какого-то зеленого мутанта. Его атаки слегка изменили и данный главарь не доставит особых проблем. Акт третий, пересекая красные ущелья. Тут вместо мышей с вилками живут мыши с копьями. Из земли вылазят знакомые кроты, сверху падают камни, а из ям вылетает огонь. На этапе очень много двигающихся и падающих платформ, но ничего чересчур сложного. Второй подэтап проходит в пещере с лавой, где повсюду понатыканы шипы. Босс несколько измененный страус, который теперь раскатывает на моноцикле по двум уровням и кидается запчастями. Победив его, переходим в четвертый акт, лесное приключение. Здесь низ экрана загораживают фиолетовые цветы, поэтому смотрите внимательно под ноги, чтобы не упасть в яму. Еще может встретиться ситуация, когда вы шли понизу, а не поверху, и вернуться назад нельзя, так что приходится бросаться в пропасть. Обезьяны в бочках теперь бросаются не кепками, а бананами. Логично. А земля любит в буквальном смысле уходить из-под ног. Главарь в лесном уровне вас ожидает оригинальный. Это свинья с пропеллером, стремящаяся полить вас водой. Она может показаться сложной, если не знать, что в правом углу безопасное место, в котором она вас не заденет. Дальше соберитесь с нервами, так как пятый акт – тайная свалка ядерных отходов. Самый сложный и читерский этап во всей игре. Как оказалось, среди ядовитых материалов неплохо себя чувствуют многие звери, в том числе утки, вырабатывающие ток, заменившие мышей. Несколько раз вы попадете в ситуацию, когда будет не видно, куда нужно прыгать дальше, экран движется медленнее вас. Но не это самый сложный момент. Водопады, в которых плавают бревна и черепахи, вот где настоящий ад. И таких ситуаций здесь ни одна и не две. А еще тут очень много непредсказуемых лифтов, требующих от игрока точных прыжков. Сложно не сдаться и не начать использовать сейвы. Пожалейте свои нервы. Такой хардкор нам не нужен. Тем или иным способом, пройдя уровень, доходим до босса. Пожалуй, это самый оригинальный главарь во всей игре. Большой зеленый носорог в красном мундире, вместо ног у которого танк. Периодически он кидает бомбы, и их-то и нужно бросать в него обратно. Главное не спешить и не лезть на площадку к носорогу, пока он не собирается ее покидать. Это довольно долго и нудно, но нервы дороже. Следующие этапы совсем не такие сложные. Шестой акт. Стычка на кладбище. Это вариант дома с привидениями из второй части, с призраками и ожившими свечками. На втором подэтапе появляются увеличивающиеся и уменьшающиеся платформы, но после черепах и лифтов из предыдущего уровня они особых проблем не доставят. Чуть позже становится непонятно, через какие камни можно пройти, а через какие нет. Но безвыходных ситуаций не возникает. Вместо духа фараона здесь летает призрак синего быка, и это самый легкий босс игры. Нужно кидать падающие колокола вверх в привидение, и оно вам ничего не сделает. Единственную энергию он у меня отнял, когда я его уже победил и он падал вниз. И вот последний, седьмой акт. Бой, решающий на фабрике. Чем-то он напоминает заключительный уровень второй части, только гораздо проще. Периодически здесь встречается логотип в виде головы слона с надписью «Барнетс». Из этого я сделал вывод, что главного босса всей игры зовут Барнет. Осталось только самому придумать сюжет, так как пираты его не обозначили даже минимально. Хоть бы и иероглифы какие написали, тогда можно было бы подумать, что сценарий у игры есть, просто мы его не понимаем. В общем, этап довольно однообразный и скучный. А вот и он, сиреневый слон. Он только и делает, что прыгает по правой половине экрана. Нужно метать в него молот и не попадать под его массивную тушу. Все. Готовы увидеть финальную заставку? Она здесь есть. Луч прожектора освещает каждого врага, и сверху написано его имя. Разработчики что-то напутали и назвали чипом пчелу, Дейлом мышь в ящике. А, например, утку свечкой, а поросенка призраком. После этого по экрану ползут титры, выполненные иероглифами. Китайцы даже не поленились нарисовать портреты. Интересно, свои имена они тоже перепутали. В общем, вот такая игра Squirrel King. Я бы даже назвал ее неплохой, если бы не проклятый пятый уровень. Но если вы думаете, что это единственная игра про чипа и Дейла на Сеге, то вас ждет пара сюрпризов. Несколько лет назад некие российские пираты выпустили две дэндивские игры на Мегадрайве. Можно было бы ожидать полную эмуляцию, однако большая часть памяти ушла, видимо, на оцифрованные изображения. Поэтому от игр мало что осталось. Зато здесь есть сюжет. В первой части мы читаем следующий текст со множеством ошибок. Когда команда спасателей была на задании Е, в их штаб-квартиру на дереве пробрался кот Толстопус. Он похитил Вжика, а бригада помощников до основания разобрала их летательный аппарат. Теперь, пока Гайка с Рокфором будут чинить самолет, Чип и Дейл должны отправиться в непростое путешествие и выручить своего друга из беды. Каково, а? Ну хотя бы попытались объяснить отсутствие Вжика руки и гаечки в игре. Итак, первый этап выглядит довольно знакомо. Конечно, у пиратов редко удается сделать удобное управление, и Чип и Дейл не исключение. Музыка здесь очень громкая, это треки из других игр и миди-версии попсы. Звуки же практически не слышны. Зато все враги с первого этапа на месте, есть даже знакомое меню. Правда, потерять жизнь через него не получится. Вжика здесь нет. Вспоминаем сюжет. Так что приходится надеяться лишь на свои силы. На подэтапе с лаборатории мы выясняем, что прокручиваться сквозь гайки бурундуки на сеге не могут. Невелика потеря. Рокки здесь, как мы знаем, тоже нет, поэтому идем сразу к боссу. Многорукий робот сохранил все свои способности. А какая музыка здесь играет? Mortal Kombat. Ставим плюсик нашим пиратам. Бонус уровень с 8 ящиками отсутствует. Карта этапов тоже, поэтому перемещаемся в кафешку. Кстати, периодически случается, что музыка играет очень тихо. Ставим минусик. Из забегаловки мы попадаем в библиотеку. Те кенгуру все такие же хитрые, а вместо гусей заняли пчелы. Здесь сохранены два подэтапа, после чего мы попадаем прямиком в сад, в котором вместо оригинальных врагов обитают все те же пчелы, мыши и робопсы. Здесь даже бревно заменили на яблоко. Из сада выходим в казино. Ничего, так басню сократили. Опять же, все подэтапы на месте. Никуда не делись и бородавки, кидающие шляпы, и жуки-олени. Кстати, вместо надписи Darby мы видим B.M.B. Насколько я знаю, это имя того самого Моддера, который создал данные версии. Или студии. Босс Кот также сидит на автомате и ждет, когда вы в него пять раз попадете к разным шарам. Далее мы попадаем в часть офисного уровня, после чего нас ждет сам Толстопус. Его атаки не изменились, поэтому победить Толстого Кота совсем несложно. Все, финальная заставка. Им удалось вызволить Вжика, но что-то подсказывает им, что Толстопус даст еще о себе знать. Итак, игра пройдена менее чем за 10 минут, но ведь нас ждет еще вторая часть. Оцените, как изменилось начальное меню. Вспоминается ситуация с моими картриджами Червяк Джим 1 и 2. Зато изображения Чипа и Дейла на экране выбора теперь такие большие. Что же с сюжетом? Кот Толстопус в очередной раз задумал всем навредить. На этот раз он взял в помощники себе чокнутого кролика, теперь спасателям предстоит остановить его. Ни слова про Вжика, Рокки или Гайку. Как и в первой части, все начинается довольно близко к оригиналу, разве что ящикам здесь нельзя сделать супер удар. На солонке даже можно различить надпись СОЛ. Зато первые же враги начинают глючить. На втором подэтапе из бутылок убрали пробки, так что в секретное место теперь никак не попасть. Лишние значки РР между бутылками тоже исчезли, чтобы игроки не расстраивались. Кстати, эти значки, как и цветы в первой части, собирать нет смысла. А вот и босс Кролик. На нем звучит та же музыка из МК. В принципе, с Дэнди он особо не изменился. Кстати, на заставке был упомянут чокнутый кролик, потому что это единственный босс во всей игре. В конце даже толстопуза не будет. Впрочем, до финала надо еще дойти. А пока в канализацию. Летучие мыши здесь научились изменять уровень полета, наводясь на главного героя. Рыбы стали улетать вверх. А секретное место сразу открыто, впрочем, в нем все равно ничего нет. Дальше все по канону. Нас ждет корабль с бабочками, хитроносыми ежами и обезьянами в ведрах. Зато вместо одной стальной гайки положили целых три, потому что летят они здесь по другой траектории. А на ящиках PMB оставил свой автограф. Отсутствие же теннисного мячика меня так расстроило, что я с горя прыгнул на шипы. А следующим уровнем нам предлагают склад с привидениями. Вернее, с пчелами и мышами, обычными и летучими. Они заменили собой призраков и свечки. Кстати, на дверях теперь вместо номера 22 красуется число 23. Ну в этом-то точно должен быть какой-то глубокий смысл. Во втором подуровне свет больше не гаснет, должно быть толстопуз не успел таки открыть урну фараона. Лично мне кажется, что толстопуз, наняв кролика, укатил куда-нибудь отдыхать, зная, что спасатели все равно ему бы помешали. Со склада мы телепортируемся в мир Дикого Запада, где русифицировали содержимое бочек. А дальше внимание! Офис из первой части. Да-да, уровни из второй закончились. Видимо, разработчики решили так. Зачем делать новые этапы, когда у нас есть уже старые? Правда, там вас ждут другие враги и проходить их придется справа налево и это очень сложно. Не так хардкорно, как хаки на НЭС, но почти. Приходится планировать каждый свой шаг и беречь ящики. А попробуйте убить ежа стальной гайкой. Даже просто взять ее уже серьезная проблема. После офиса нас ждет казино. Кстати, вы не знаете, что это такое? Что-то неведомое. Из параллельной реальности не иначе. Из казино мы выходим в библиотеку, где враги опять подглючивают. Затем в кафешку и наконец лаборатория. И вот он финал. Чип и Дейл справились с поставленной перед ними задачей, а кот Толстопус снова получил по заслугам. Эммм, если не секрет, а какая задача стояла перед ними? И когда Толстопус успел получить по заслугам? И почему нам это не показали? В общем, мне понравилась фишка с возвращением по уже пройденным уровням, прямо как в мультфильме по дороге с облаками. Только зачем включать эту возможность во вторую часть? Сделали бы отдельную игру. Но благодаря этому Чип и Дейл 2 проходятся не за 10, а за целых 15 минут. А еще в обеих играх периодически выскакивает подобный экран. Ну что ж, быть может я и великий читер, сам об этом не зная. Но возможно моя митохондрия в курсе. Теперь мы немного поговорим о хаках, в которых Чипа и Дейла заменили на других персонажей. Не отходя далеко от Сеги, можно вспомнить игру Super Mario World, где вместо бурундуков ящиками кидаются, угадайте кто? Какие все умные? Правильно, Марио и Луиджи. Здесь пираты первые два этапа даже выполнили в стиле уровней Super Mario Bros. с соответствующими врагами и препятствиями. Вот только приходится долго привыкать к тому, что знаменитые водопроводчики теперь не могут напрыгивать сверху на врагов без вреда для здоровья. И к тому, что можно свободно пролетать сквозь кирпичи. На этих этапах босс Баузер, битва с которым напоминает поединок со Страусом. Вот только ящики теперь падают сверху, а сам Баузер имеет крайне читерскую привычку телепортироваться. На этом пираты решили, что они уже достаточно накреативили, а потому игра продолжается четвертым актом и вплоть до самого конца никаких изменений по сравнению со Squirrel King нет. Даже финальный босс и заставка прежние. Могли бы радиоактивную свалку вырезать. На Денде кстати есть подобные хаки. И оба они опять же посвящены Марио. Традиция. Хак первой части зовется Super Mario 17 Fighting of the Malilugi. Что это такое узнаем позже. А пока уже снемся крайне кривому изменению лиц Чипа и Дейла. Вон Чипу даже шляпу с ушами оставили. Затем выбираем режим одного игрока. Так вот что это такое. Мали это Марио, а Луги это Луиджи. Действительно, как я сразу не догадался. Ну давайте сначала сыграем за Мали. Итак, на первой же картинке спасателям снова поменяли только головы, оставив шерсть и хвосты. Вот уж где генная инженерия разыгралась. В самой игре спрайт Марио, простите Мали, выглядит неплохо, но только пока он стоит. Стоит ему прыгнуть, как видишь лапы бурундука. Тут же становится заметно, что одними главными героями пираты не ограничились. Робопсы заменены на крайне странного вида баузеров, а цветочки из ящиков на грибы. И все. Остальная игра, включая толстопуза, не тронута. Давайте ради интереса взглянем на Луги. Ой, забудьте все мои претензии к Мали. Этот мутант мне явно будет являться в кошмарах. Перейдем лучше ко второй части. Хак на нее носит название Супер Марио Соник 2. Причем Соник через Кей. На начальной заставке оставили Чипа и Дейла, только из их имен пропали первая и последняя буквы. Ну что ж, давайте выберем Соника. Интересно же, что с ним сделали. Мда, по-видимому, пираты рисовали его сами и получилось у них плохо. Но не так, как в случае с Малилуги. О контурах они, видимо, не слышали. Враги же в игре не изменены. А вот Марио выглядит относительно нормально. Благо китайцы додумались взять спрайты из Супер Марио Брос 3. Теперь рассмотрим другие хаки, а именно хардкорные версии первой части. Я нашел их две штуки. Первая зовется Чипен Дейл Альтернатив. Итак, на начальной заставке ничего не поменяли. Сюжеты первую картинку также оставили нетронутыми. А вот сами этапы и враги со стороны может показаться, что это новая полноценная игра. На самом деле пираты просто поменяли спрайты врагов, превратив мышей в обезьян, робопсов в каких-то ягуаров и так далее. Многие элементы окружающей среды позаимствованы из чудес на виражах. Вжиг здесь почему-то стал розовым. Вторая часть уровня и вовсе какое-то кладбище. Вместо сыра и ракфора, извините за каламбур, здесь кристалл и привидение. А босс три статуи, уничтожается из которых одна. Бонусы чуть изменили, убрав часть трубы справа. Ой, что они сделали с толстопузом? Что за девочка рядом с ним? В общем, изменены все этапы и все враги и мне было бы интересно пройти игру, не будь она такой хардкорной. Даже с сейвами одолеть каждый уровень очень и очень сложно. А жаль, ведь данный хак, в отличии от Heavy Barrel, гораздо более заслуживает того, чтобы называться полноценной третьей частью. Другая же версия первого чипа идейла, Alternative 2, это просто более сложные версии оригинальных уровней. Здесь даже первому боссу нарисовали больше рук и добавили дырок в полу. В общем, мазохисты от видеоигр будут этими двумя хаками довольны. Обычным же геймерам, кроме оригиналов, и посоветовать-то ничего нельзя. Задумавшись над этим, я решил взять дело в свои руки и самому создать несколько хаков. Разумеется, трэш в стиле Heavy Barrel я делать не хотел и искал игры с похожей механикой. Первый и самый очевидный вариант – Super Mario Bros. 2. Там как раз четыре персонажа, а кидаемые фрукты вполне можно заменить на ящики. Большинство врагов я тоже превратил в противников из оригинальных игр. Марио я заменил Чипом, Луиджи Дейлом, это понятно. Вместо принцессы я сделал, конечно же, гаечку. И раз уж Питч здесь умеет парить на своем платье, то поменял я ей только голову. По-моему, неплохо вышло. А вот превратить Тоада в Рокки оказалось гораздо сложнее. Рокфор в силу своих размеров никак не помещался, поэтому я также Тоаду заменил только голову. Выглядит это ужасно. Ну, считайте, что Рокки заколдовали. И не играйте им. Играйте за гаечку, ведь все фанаты Чипа и Дейла всегда этого хотели. Другая попавшаяся мне игра это МС Китс, она же Мик Китс, которую я превратил в Чипом Дейл 5, Макдональдс Рески. Играбельных персонажей есть всего двое, так что Рокфора никуда впихивать не пришлось. Сама игра мне не очень нравится, в ней на каждом уровне нужно собирать несколько хорошо запрятанных карточек. Я же Митроидвании, предпочитаю более прямолинейные платформеры. Но так как МС Китс кидают ящики, более подходящей механики для хака не найти. Враги также очень неплохо заменяются. Еще одна игра с ящиками The Jetsons in Cogswell's Capers. Но тут встала проблема с главным героем. Он очень высокий, и ни Чип, ни Дейл из него не получится. Тогда я решил заменить голову Джетсона на гаечку. Да, она в таком виде больше похожа на белку Тами, но это пожалуй самый достойный вариант из возможных. Вместо разных NPC я сделал Чипа, Дейла, Рокки и Вжика, так что гаечка не остается одна во время путешествия. К тому же враги здесь в основном разные роботы и механизмы, а в космос гайка летала еще в первой части. Ну и пара слов об игре YY World 2. Из нее я сделал Disney All Stars, где собрал всех культовых героев Диснея. Микки, Скруджа, Алладина, Черного Площа, Русалочку и Чипа. И если ЧП мне пришлось рисовать самому, вышло конечно же ужасно, то спрайт Чипа, кидающего ящик из-за пазухи, я позаимствовал из первой части. Вообще странно, что у приключений Чипа и Дейла такой культовый статус, а неофициальных игр про них так мало. К счастью, нашелся талантливый человек пару лет назад, сделавший полный ремастер первой части для ПК. Disney на него конечно же наехал, и ему пришлось удалить практически отовсюду прямые ссылки на скачивание, но мне все же удалось найти в глубинах интернета самую последнюю версию, в которой Чип и Дейл не носят масок и есть возможность играть за гаечку, если пройти игру. Можно выбирать оригинальную музыку или же ремиксы. Сразу же в глаза бросается, с какой любовью сделан ремастер. Все знакомые элементы сохранены, да и новинок хватает. Конечно, привыкнув к старой механике, испытываешь определенные трудности в управлении. Вообще, ремастер довольно сложный, но не так, как хардкорные хаки. К тому же продолжений здесь бесконечно, при использовании которых можно сменить персонажа. И играть за гаечку еще сложнее, ведь она, взяв ящик, не может высоко прыгать. Зато с пустыми руками она подпрыгивает чуть выше бурундуков. Тем временем мы доходим до большого ящика, где раньше прядался в ЖИК и не находим его. Пожалуй, это главное, чего не хватает ремастеру. Другие недостатки куда менее критичны. Например, здесь нет звезд, а количество жизней и собранных цветов отображается в углу экрана. Жизнь здесь дают не за 100, а всего за 50. Помимо желудей, энергию восполняет печенье. Официально на Дэнде гайки назывались металлическими блоками, и в ремастере они таковыми и выглядят, прокручиваться через них нельзя. В лаборатории мы видим первый продакт-плейсмент. Шутка. Батарейки Duracell. К сожалению, Рокки пропадает где-то вместе с ЖИКом, и спасатели проходят сразу к знакомому боссу. Он стал чуть сложнее, руки теперь двигаются, а звездочки вокруг головы не защищают от молний, зато сверху из клетки за происходящим смотрит очень грустный кот. Бонус этап остался на месте, и здесь мы видим очередную рекламу телевизор LG Flatron. Толстопус по-прежнему смеется над спасателями, а карта этапов выглядит несколько по-иному. Что ж, пройдем их все по порядку. В зоне А наконец-то оправдано наличие двух ящиков с желудями в начале этапа, ведь сердечки между уровнями не восстанавливаются. Гусеницы теперь не падают на ветку ниже, а белки или тяги могут менять направление полета. В целом, уровень такой же короткий, а сова сложнее не стала. Разве что у деревянного шара несколько иная физика. Кстати, если играть за гаечку, то толстопус похитит Чипа, и на заставках давать советы будет именно он. Закусочная в зоне Б сохранила всех врагов, а на фоне появились баночки Ку-Ку-Колы. Помните такую из мультика? Краны теперь закрываются только если попрыгать на них. А буквы П в ящиках больше нет. Босс же, корабль инопланетян, способен вызвать определенные трудности, так как трюк с попаданием под шар срабатывает не каждый раз. Кенгуру в библиотеке легче не стали, а вместо гусей здесь ястребы, которые кидают бомбы прямо на вас. Да и взрывная волна может причинить вред. Этап вызывает не меньше сложности, чем на Денди, мне даже пришлось сменить героя на Чипа, чтобы прыгать с ящиком выше. Магазин игрушек получил милую рождественскую стилистику, а живые ящики теперь ничем не отличаются от обычных. Так что приходится вспоминать их расположение в оригинале. Вместо клоунов из ящиков выскакивают черные коты, а крутящиеся враги получили повязку камикадзе. Уже поднятые рычаги, отвечающие за падение стальных шаров, в ремастере мешают полету ящиков. И тут очень кстати умение кидать ящики по диагонали. Вместо робота же боссом выступает крот, подручный толстопуза, разъезжающий на поезде. Приходится придумывать новый подход, лучше всего стоять на нижней полочке и кидать один из шаров в него, когда поезд появляется на экране. Сад выглядит так же красиво, как и все остальные этапы. Управлять лодкой стало чуть сложнее, и посередине речки спасателей ждут мухи и краб, так что приходится останавливаться, чтобы разобраться с ними. А вот пользоваться молотком больше не дадут. И будьте осторожны с жуками и оленями, они научились прятаться под песком. Рыба-босс сменила место жительства, и спасателям приходится кидать в нее взрывающиеся бочки. Тут самое важное не утонуть. Зона Ф практически не изменилась, разве что надо изучать поведение по-новому появляющихся из стен труп. В казино теперь можно кидать ящики в одноруких бандитов, правда ничего выиграть мне не удалось. А далее на этапе даже можно полюбоваться на мальтийскую мышь из мультика. Вместо мелких носорогов заняли клонированные Арнольды Мышенеггеры. А как я испугался, когда внезапно упал и разбился плафон от лампы. Вместо безымянного кота боссом теперь стал Мэпс. Он кидает спасателей фишки. Хорошо хоть шипы из пола убрали. Спася чипа или гаечку, направляемся в канализацию без всяких промежуточных полетов в космос. В конце уровня можно с помощью цветочков заработать целых две жизни. Далее зона Эйч. В ремастере, конечно же, трюк с диагональным нажатием вперед-вниз не работает, так что с вентиляторами и пеликанами разбираемся внимательнее. Странно, что у стоящего на этапе телефона Марка не указано. С многоножкой, вернее многоручкой, теперь приходится сражаться футбольным мячом, и она распадается на части в момент попадания, не доходя до центра экрана. Так что надо приспосабливаться. На последнем уровне хорьков с присосками чуть поменьше, зато секиры имеют несколько другой режим работы. А наверху спасателям придется пробираться через лазеры. К финишной ленте также нужно приучаться заново, снова и снова. И снова. Коробкам с консервами дали название, как и в мультике, Хэппи Том. А вот и толстопуз. Наконец-то он имеет нормальные размеры, но по-прежнему вредит своему здоровью. Битва с ним проходит в несколько этапов. Сначала нужно разбить щиток, затем стекло, и уж потом пять раз попасть по наглой серой морде, пока толстопуз не поймет, что курение это плохо и не выронит сигару. И в это время необходимо уворачиваться от лазеров и огромных контейнеров. Несколько жизней придется потратить, а победа обязательно останется за спасателями. И наконец на финальной картинке мы сможем полюбоваться не только на Чипа, Дейла и Гаечку, но и на Рокки с Вжиком. А вот такой замечательный вышел ремастер. Обязательно поищите его в интернете, если любите приключения спасателей на Денде. И раз уж новых официальных игр о Чипе и Дейле мы вряд ли дождемся, приходится довольствоваться лишь их появлением на втором плане в играх типа Kingdom Hearts до сборникам Disney Afternoon Collection, то остается искать такие вот самоделы. С выходом нового мультсериала Утина Истории появляется ненулевой шанс и на воскрешение Чипа и Дейла. К тому же говорят, с 2014 года Disney работает над полнометражником об отважных спасателях с живыми актерами. Хм, реальные люди и компьютерные бурундуки? Вам это ничего не напоминает? Да пусть хотя бы и сдадут бокс-сет с оригинальным мультсериалом. А то, как и в случае с Утками и Мишкой Мегами, у нас выпустили несколько DVD с четырьмя эпизодами на каждом. Зато обратная сторона обложки представляет собой красивый мини-постер со знакомой всем геймерам иллюстрацией. Вот и приходится довольствоваться пиратским диском, на нем хотя бы все 65 серий записаны. В странном порядке, где три эпизода пилота находятся в конце стороны А, а еще два в конце стороны Б. И несколько серий с одноголосым переводом. Ну да не хай, Чип и Дейл это культ, это явление. И данная вселенная обязательно продолжится в том или ином виде. Ждем. И вы ждите с нами. С вами был Эмрум, увидимся на канале Атвинтаж.